Посмотрела несколько видео последних Кристины, ну, что сказать, просмотры-то очень сильно упали без моих обзоров, и они дальше будут падать ещё ниже Кристина. Ну, почему упали? Потому что неинтересные видео, вот всё то же самое, одно и то же, одно и то же, диван, спортзал, дешёвый ресторан с Хани и хайкинг на каком-то очередном холме, вот и всё, и вот так вот по кругу, по кругу и по кругу одно и то же, вот такой вот замкнутый порочный круг. Ну, зрителям это надоедает, там, ну, одно и то же, одно и то же. Можно, конечно, завалиться на этом проссанном диване и что-то там сочинять про маму, про Ленку, но это уже все слышали по сто раз, там нет ничего нового. Кристина потом говорила, что она отмечала 4 года, годовщину, как они познакомились с Ханей, но это тоже такое жалкое, убогое зрелище, такой вот тоже путь в никуда. Ну, Хани алкоголик, алкоголик, который лечится годами и всё никак не может вылечиться. Отношения с Ханей, ты вот с ним уже попыталась жить и видишь, что получилось, ничего не получилось. То есть, с алкоголиком жить очень-очень сложно, ну, не стоит свою жизнь тратить на какого-то алкаша, который постоянно срывается, напивается, чистит тебе морду и всё вот так вот по кругу. То есть, опять такой вот замкнутый-замкнутый круг. Что там отмечать? Какие годовщины тебе, ну, реально нужно этот вес сбросить, этот балласт, потому что он никуда тебя не приведёт. Ну, куда эти отношения идут? Они идут в никуда. Тебе приходится терпеть вот этого алкоголика Хани, потому что он тебя немножко там подкармливает за определённые услуги, там вывезет куда-нибудь, может, деньжоночек каких-нибудь даст, может, там что-то в магазинчике тебе купит. Ну, то есть, вот такое вот от безысходности вот ты с ним находишься, от безысходности, потому что если его не будет, так вообще ничего не будет. К тому же Кристину опять в очередной раз уволили от какой-то бабки с дедом, потому что пока Кристина там прошаривала холодильник, дедуся грохнулся 90-летний, теперь он прикован к постели, и Кристину, понятное дело, попёрли из-за этого. Потом она нам сказала, что они с Хани собираются в очередной круиз, какой-то там тухлый круиз. Я вот реально не понимаю, зачем эти люди ездят в круизы. Вот честно мне, скажите, какое может быть удовольствие в круизе? Вот для меня круиз – это то же самое, если ты приехал в какую-нибудь гостиницу где-нибудь, в Вегасе, например, и в этой гостинице сидишь целыми днями, никуда не выходя на улицу. Ну, это примерно то же самое. Ну, пошёл в ресторан, пожрал и опять пошёл в комнату. Полежал там, поспал, пошёл в ресторан, пожрал, опять пошёл в комнату. Какое удовольствие в этих круизах? Я их вообще вот никак не могу понять. Но туда и есть соответствующие люди. Это пожилые и жирные, опустившиеся такие индивиды. Перед тем, как поехать в круиз, Кристина решила, что ей нужно прихорошиться и надуть себе в очередной раз губы и вколоть ботокс. Я уже говорила, что Кристина надувает губы периодически, так как я думаю, что она, наверное, считает, что она с надутыми выглядит лучше. Я уже говорила, что у неё очень сильно от этого надутия перекосило рот. То есть он у неё реально уже стал кривой. То есть она вот улыбается, а он у неё косит в одну сторону. Это признак того, что они надуты не очень хорошо. Надутье губ, оно очень-очень мало кому идёт. И на ком оно смотрится, ну, хорошо, натурально. Но я бы сказала, 97% вот этих вот дутиков, они смотрятся просто отвратительно. Это всегда заметно. Это всегда выглядит очень ненатурально. Это всегда выглядят какие-то такие вот огромные лепёхи, явно сделанные искусственно. Они непропорциональны остальному лицу. То есть они выглядят отвратительно, ну, страшно, некрасиво. Я не понимаю, почему так много женщин надувают вот эти вот губы. Но если вам там на улице никто не скажет, что да, он, смотри, какие-то вареники надуло, но это не значит, что никто так не подумает. Когда я такую женщину встречаю на улице, я всегда думаю, господи, бедная, зачем ты себе это сделала? Ну, вот у Кристины, у неё рот ещё больше перекосился. Ну, и вот её губы, вот такие вот тоненькие, ниточки губы, они не предназначены для надутия. Но они выглядят ненормально. Такие же точно губы у брошки. А у неё губы такие вот ниточкой. И с возрастом у многих пожилых женщин, вот такие губы ниточкой, они просто исчезают. Вот если посмотреть на некоторых старух таких, ну, уже 80 там лет и так далее, 70 плюс, то у некоторых, у них вообще губ нет, они просто пропали, но они пропадают. И вот у брошки случилось то же самое, только она ещё не старуха, ей 55 лет или 56, но у неё губы пропали. То есть она, вот верхней вообще нет, нижняя там еле-еле видна. И вот броша, что она делает? Она берёт карандаш, и она себе эти губы рисует, а потом замазывает какой-то светлой помадой. И получается вот такой вот куклачёв, получается такой вот клоун из какого-то адского блядского цирка, который сбежал. Теперь броша ещё и говорит, что она собирается сделать себе перманентный татуаж вот этого уродства, то есть она вот пойдёт какой-нибудь там подпольной, может, не подпольной, какой-нибудь русскоязычной бабёнке, которая ей вот такое вот соорудит на лице. Но это выглядит плохо, но плохо, некрасиво, выглядит по-клоунски. Лучше это лицо твоё не делает. То же самое вот эти вот дутики, это вот эти вот девки, это истоскавшиеся по Мексике подруги-члены. Вот они тоже вдули там себе всё, что можно, скулы, губы, ботоксы. Но всё равно это лучше их не делает. А со временем это только делает лицо ещё хуже. Оно становится похоже на такое вот клоунское. То есть они вот эти ботоксы вкололи, он износился, нужно опять вкалывать. И ты его там вкалываешь, вкалываешь, вкалываешь. И потом ты, ну, к 50 годам ты выглядишь, как реальный фрик. На тебя страшно смотреть. Я таких женщин вот вижу на улице. Ну, это реально, это зачем так над собой издеваться. И вот Кристина идёт вот по этой дорожке. То есть она уже, к ней как бы старость ещё не пришла, но уже очень сильно постучалась в дверь. То есть уже начался процесс старения на лице. И многих женщин, вот там, которым за 40, их вот этот вот процесс старения пугает. Они видят, что всё, молодость закончилась, наступает старость. И они судорожно начинают себе там что-то вкалывать, надувать, там ещё что-то делать, какие-то что-то вшивать. И часто вот это вот вшивание, надувание и вкалывание, оно заканчивается очень плачевно, потому что лучше ты себя всё равно не сделаешь. Моложе ты не будешь. Хоть ты там удуйся, ты всё равно будешь выглядеть там на 50, на 60, на 70. Нет такого человека, который бы в 80 лет выглядел на 20, или в 40 выглядел на 20. Нет, тебе всё равно будет 40 лет, только ты будешь вся вот в этих дутиках. Поэтому Кристина заканчивает и с надуванием. Лучше не будет, я тебе уверяю, не будет. Вот ты посмотри на тёток, которые там 60 лет, которые там все что-то вдували-передували, они такие же. Какие были, такие и остались. Только у них уродливая пластика на лице. Вот у тебя вот эти вот губёхи, то же самое. Брошу посмотрела, господи, она ещё хуже стала выглядеть, что-то там всё бубнило-бубнило, бубнило-бубнило, всё считает деньги этого Рика, что якобы там Рик какие-то дома продаст, они там заживут прекраснейшим образом. Я, честно говоря, даже не знаю, доживёт ли она до этого дня, когда Рик там все дома свои продаст и купит им там какой-то шикарный дом, где они с ним будут жить на старости лет. У Рика дом выглядит как казарма, мебель уже продана сколько, 4 года назад, и вот они 4 года живут без мебели. Но я думаю, что Рик, он аутист, и ему так удобно, чтобы вообще ничего в доме не было, вообще никакой мебели. К ней приехала эта сестрица Юлька, но похоже, что Рик её выпер жить в каком-нибудь БНБ или с каким-нибудь дедом, чтобы она там тоже не таскалась по этому дому. Там, я думаю, что даже спать негде. Там, по-моему, есть одна только кровать, на которой вот эта уродливая кровать, на которой спит брошка с Риком. Но я думаю, вряд ли они туда Юльку пригласят, на эту кровать. Поэтому Юльке там, наверное, либо спать на полу, либо идти в БНБ. Я думаю, что её выперли в БНБ.